Всем привет, ребята! С вами Милашка, и я решила добавить на свой канал новую рубрику. Я думаю, что она будет постоянной. Она называется «Давайте обсудим», и здесь я буду обсуждать комментарии своих подписчиков. Которые мне оставляют под моими видео. Я буду говорить, согласна ли я с комментатором или же нет. Первый комментарий. Мне кажется, что в Токобока персонажей меньше, чем в других играх, поэтому разработчикам будет сложно создать отдельно футболку, штаны и аксессуары, которые можно будет одеть на плечо или спину и так далее. Ну, может, будет еще неудобно брать раздельную одежду. Мне очень сложно брать какие-то мелкие детали в Токобока, но я думаю, что персонажей меньше. Может, мне кажется. А при движении персонажей я не смогу найти аргумент, потому что это было бы реально прикольно. Я не понимаю, почему разработчики до сих пор не создали это. Но все равно, что Кобока и ничто не сравнится. По поводу анимации я согласна. Я потому что даже не понимаю, почему же разработчики не сделают анимацию, ведь у них уже есть какие-то небольшие анимации. То есть, беговые дорожки или там в одной из локаций персонажи могут танцевать на сцене. Ну, почему бы им не взять даже те же самые анимации танца и сделать их просто в панельке, чтобы мы могли их использовать в любых локациях. А по поводу того, что персонажи маленькие, я не совсем согласна, ведь в Мега Орл тоже персонажи маленькие и на них все же сделали раздельную одежду. Так что я думаю, что если бы разработчики старались, то у них все-таки это получилось. Ну и также в Мега Орл вообще есть маленькие детальки, всякие там сережки, наушники. Это тоже очень маленькие предметы. И, возможно, да, их будет неудобно брать, но это как-то развивает все-таки геймплей. Он более разнообразным становится. Ну и в конце говорят, что с Токобока ничто не сравнится. Но все-таки я думаю, что это не совсем так, так как Токобока, конечно, очень крутая игра. Она была одна, ну не одна из первых, а конкретно первая игра, которые сделали что-то наподобие кукольных домиков в телефоне. И это реально была прикольная идея, но сейчас Токобока как-то уже понижает планку, и многие игры становятся лучше нее. То есть, допустим, те же самые Avatar World, они из Токобока взяли самое лучшее и улучшили это еще в несколько раз. Конечно же, мы любим Токобока, и у кого-то будет чувство там ностальгии, да, что они там так много времени потратили в этой игре, обустраивая всякие домики или даже много денег на всякие эти локации, и, конечно же, она им будет нравиться больше. Но если рассуждать объективно, то все-таки есть игры, которые будут получше Токобока. Надеемся, что Токобока все-таки заметит, что некоторые игры становятся круче и как-то больше активности какой-то проявят в своей игре. И давайте следующий комментарий. Самое печальное, наверное, то, что другие разработчики прислушиваются к игрокам, а в Токе уже три года не могут добавить сережки в крейтере или позы, допустим. На самом деле, я согласна с этим высказыванием, потому что мы просим какие-то вещи, чтобы выпустили Токобока, но по итогу их выпускают другие игры, то есть какие-нибудь там Mega World или Avatar World, они выкладывают те обновления, которые мы так долго ждали в Токобока. И по поводу сережек я тоже не понимаю, потому что в Токобока есть уже персонажи, которые ходят с сережками, и я не понимаю, в чем проблема добавить эти же сережки в крейтер персонажей. И следующий комментарий. Очень жаль, что в Токе стало все дороже и мало локаций в бесплатной версии. Я очень расстроена. А в этом плане Avatar World лучше. На самом деле, в Токобока вообще не было никогда особо дешевых локаций. Если они были дешевые, то, скорее всего, не очень маленькие и не особо интересные. Ну, конечно же, за исключением бесплатного мира в Токобока. Он был и то изначально тоже платным, а потом стал бесплатным. Ну, большинство игроков пришли в Токобок уже когда он был бесплатным. И следующий комментарий. Это нормально, что баги, потому что Токобока, она все равно классная игра. Если есть куча копий Токобока, то все равно каждая игра по-своему хороша. С тем, что каждая игра по-своему хороша, я, конечно же, согласна. Но с тем, что баги это нормально, я все-таки не соглашусь. На самом деле, любые баги в любых играх это очень плохо, потому что это означает то, что разработчики просто не тестируют свои игры и не уделяют этому должного времени. Это говорит о том, что разработчикам побыстрее бы выпустить обновления и заработать на этом денег. А игроки будут сидеть и разбираться в этих багах и думать, как же их починить и писать об этом разработчикам. Потом они уже увидят, что написали и постараются исправить. А иногда некоторые баги там на всю жизнь остаются. Например, опять же, этот баг с плащом в локации театр чуть ли не с самого начала игры так там и остался. Никто его учинить не собирается. Следующий комментарий. Каждый раз донатить — это кошмар. Ну, вообще, на самом деле, тоже согласна, потому что разработчики очень редко выкладывают какие-то бесплатные обновления. То есть у нас есть бесплатный мир. А дальше нам давали, по-моему, только пекарню бесплатную. И иногда обновляли ещё у креатор персонажей. Там нам добавляли ещё новую одежду. Вот, остальное всё уже выходило платно. На самом деле, в подобных играх также все локации платные. Так что 10 минут не только у токобока. В Avatar World сейчас, конечно, очень много бесплатных локаций. Но, как мы видим, сейчас они начинают выпускать тоже кучу платных обновлений. Ну, это было ожидаемо. Ведь разработчикам Avatar World тоже нужно на чём-то зарабатывать. И следующий комментарий. И, несмотря на это всё, нам нашу любимую токобоку никто никогда не заменит. Даже если её кто-то и превзойдёт. В токобока столько много подарков, столько всего. И обновлений не такие частые. Но они всё равно крутые. И всегда разработчики нам дают большие паки мебели или дома. Может быть, у них нет возможности выпускать обновления чаще. Ну, про то, что нашу токобоку никто не заменит, я уже прокомментировала. И я бы хотела также сказать по поводу подарков. На самом деле, ну, реально, подарки — это крутая фишка токобока. Они это придумали первыми. Но почему-то в эту пятницу мне, допустим, не выдали подарок. Возможно, они исправятся. И чуть позже добавят этот подарок. Возможно, я сейчас зря бубню. Но всё-таки посмотрим. Надеюсь, что вернут нам этот подарок, который я не получила в эту пятницу. Ну, или вообще они просто его реально не сделали. В таком случае это очень странно. Ну, и также есть минус с подарками. Это то, что они иногда исчезают просто с полок. Мне в комментарии пишут, и у меня у самой иногда исчезали подарки с почты. И потом они мне их там через несколько обновлений только возвращают. Это очень странно. Ну, и по тому поводу, что, возможно, у них нет возможности выпускать обновления чаще. Я тоже не согласна, так как компания Токобока достаточно большая. И это самая популярная игра по типу кукольных домиков. Ведь по какой-то причине у остальных компаний есть возможность выпускать обновления чаще. Некоторые выпускают их даже чаще, чем раз в месяц. А Токобока не всегда выпускает их даже раз в месяц. Один раз мы ждали целое лето обновления, но оно так и не вышло. Поэтому это очень странно. Я надеюсь, что разработчики Токобока всё-таки исправятся. И также забавно, что в миксе разработчики очень редко меняют надпись. Вот этот вот микс. Она до сих пор, по-моему, там летняя. Хотя у меня за окном уже сугробы, допустим. И очень странно, что они так редко меняют эту надпись. Раньше там была у них хотя бы весенняя и осенняя, по-моему, надпись. А сейчас они меняют только с летней на зимнюю. И то там в середине зимы, скорее всего, они поменяют эту надпись. Что тоже очень странно. И следующий комментарий достаточно короткий. Почему вы не любите Токобоку? Я, на самом деле, люблю Токобоку. Если бы я её не любила, я бы не снимала её на протяжении пяти лет. Вот. Возможно, я иногда резко высказываюсь по поводу Токобока. Но я думаю, потому что я стараюсь мыслить как-то более объективно всё-таки. И Токобока, на самом деле, иногда делает достаточно странные вещи, которые мне не понять. Ну или наоборот, чего-то не делают. Что могли бы уже давно сделать. В итоге я, конечно же, Токобоку люблю. И Токобоку я критикую, потому что я её люблю. Если бы я не любила эту игру, мне было бы абсолютно всё равно, что там происходит. Какие там давления, какие там баги. Я бы просто относилась к этому абсолютно нейтрально и никак это не комментировала. Я выпускаю подобные видеоролики, чтобы Токобока заметили, что у них есть вот такие вот проблемы в игре. И, возможно, исправили их. И следующий комментарий. Что за бред? Токобока два года подряд была игрой года. Данный блогер не понимает, о чём говорит. Токобока всё так же остаётся одной из самых популярных игр. И если вы собираетесь предавать Току или же врать людям, соберите правдивые факты. Ну то есть, начнём с того, что этот комментарий был под тем роликом, где я говорила, что есть какие-то плюсы у других игр, в которых нету у Токобока. И там я вроде мыслила достаточно объективно и привела все факты очень подробно. Поэтому я не понимаю, почему меня просится брать правдивые факты, если они в видеоролике и так были. И давайте разберёмся, почему же игра Токобока была два года подряд игрой года. Возможно, я уже не знаю. Возможно, Токобока и правда была два года подряд игрой года. Но на данный момент, если мы зайдём в Apple Store, то посмотрим, что она на данный момент на 13 месте в категории обучение. Я не понимаю, конечно, почему Токобока добавили в эту категорию именно. Но в любом случае, там она на 13 месте. Так что сейчас она не игра года. Конечно, Токобока в один момент была очень реально крутой игрой. Они очень быстро развивались, выкладывали всякие там креаторы домов, креаторы персонажей. И когда это было всё в новинку, это было реально очень интересно, было классно. Но когда они на протяжении года, каждый месяц выкладывают одни креаторы домов, это уже надоедает многим. И поэтому скачиваний сейчас в Apple Store стало намного меньше. Ну и также, я не понимаю, почему, но Токобока забили на свою очень крутую фишку. Это крампеты. Это была именно их фишка, больше такого нигде ни у кого не было. Но почему-то они решили их больше не добавлять в игру, они просто на них забили. Они добавляют их в локации, но как бы создавать этих крампетов мы новых больше не можем. Там, то есть, старые мы можем создать, но новых они не добавляют. Очень странно. Это вообще достаточно странное высказывание, ведь я не подписывала с ними никакой контракт, я не собираюсь никого предавать. Это просто игра, в которую я играю так же, как все другие пользователи. И я не всегда говорю о том, что Токобока — это самая лучшая игра на свете, и что лучше уже не может быть. Ведь просто я смотрю на это все объективно, и я прекрасно понимаю, что у Токобока, как и у других игр, есть какие-то минусы. Просто некоторые игры стараются их исправлять, а некоторые их оставляют. Как этот баг с плащом, про который я уже говорила в этом видеоролике. Все еще жду, что разработчики исправят этот баг с плащом. Пожалуйста, я вас умоляю. И идем дальше. Если у игры концепт кукольного домика, это еще не значит, что это копия Токебоки. Просто похоже. Ну, с этим высказыванием я согласна. На самом деле, концепт кукольного домика, конечно же, начался, по-моему, с Токобока как раз-таки. Ну, в любом случае, на данный момент игры, которые выходят в концепте кукольного домика, это уже далеко не плагиат Токобока, так как это уже отдельная ветвь игр таких. Их уже там очень много, поэтому нельзя всех их назвать копией Токобока. Но, определенно, есть какие-то игры, которые полностью скопировали Токобока, что достаточно странно. И последний комментарий. Но в Токе можно каждую пятницу забирать прикольные подарки. Сегодня такой офигенный портфель попался в Токе. Он розово-белого цвета и как раз подходит под тот пенал в виде собачки. Ну, в общем, это достаточно старый комментарий. Ну, может, недостаточно, но, в общем, старый. Не в новых видеороликах, поэтому туда надавали, видимо, вот этот вот портфель. На самом деле, я согласна с тем, что в Токобоке есть крутые подарки, но бывали и такие подарки, как желтые светильники. Это просто легендарные желтые светильники. Столько видеороликов было им посвящено. Сколько же они нам дали? Штук 10, наверное, этих желтых светильников в виде всяких там бананов, ананасов, каких-то дынь. В общем, мои любимые, короче, подарки. Просто обожаю их. Вот. Ну, и также в эту пятницу, я опять же говорю, мне почему-то не дали подарок. Но вообще почта в Токобоке это реально очень крутая фишка. Ну, и при этом самая забагованная. Так как я уже рассказывала в своих предыдущих видеороликах, что у меня Токобоке вообще вылетало, когда я заходила на почту. Я даже это записала на видео, потому что я просто захожу на почту, у меня она вылетает. При том, что я захожу в любые другие локации, у меня ничего не вылетает. Также там постоянно пропадают подарки. Сегодня мне не дали вообще никакой подарок. И, опять же, упоминаю наши любимые желтые светильники. Ну, и также давайте сравним все-таки подарок на Хэллоуин, который нам должны дать в Токобоке. Там у нас какая-то кукла и три костюма, да, один из которых мы уже получили. А в Avatar World в то же время выходит огромный набор, бесплатный набор, причем с кучей разной одежды, кучей разных предметов там на Хэллоуин. Короче, если сравнивать, то в Avatar World нам все-таки дали получше подарок в этом году, чем Токобоке. Еще хочу спросить, как так получается, что на китайский Новый год нам разработчики каждый раз дарятся одно и то же? То есть нам в прошлом, по-моему, году подарили вот эти вот печеньки в красной коробочке, какие-то там в виде цветочков каких-то, ну, я не знаю, в общем. И также в этом году нам подарили ту же самую коробку в другом цвете, и печеньки были другого цвета. Очень, конечно, весело, очень интересно. Если вы в прошлом году не играли в Токобоку, то для вас это, возможно, прикольный подарок. Но так как я играю в нее уже пять лет, что-то как-то не очень разнообразная получается игра. Ну, в общем, в любом случае, хочу подвести итоги. Возможно, я сегодня как-то захейтила даже Токобоку, но на самом деле я ее очень люблю. Мне очень нравится эта игра, и я, конечно же, продолжу в нее играть. Пять лет — это не предел. Будем играть все десять. Надеюсь. Если Токобоку уже не закроется там под конец. В общем, надеемся, что разработчики Токобоку все-таки как-то больше приложат усилий в свою игру и хотя бы поменяют надпись в миксе. Да, пожалуйста, поменяйте уже надпись в миксе. Сейчас как бы уже середина осени, у меня с угробой за окном у нас летняя надпись. Ну, как-то не очень получается, да? Приятно. В общем, а на сегодня это все. Если вам понравилось это видео и эта рубрика, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. И также пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этой рубрики. А на сегодня это все. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok